Жемчужина Сибири вновь встречает спортсменов Антон Шипулин, Иван Черезов и Алексей Волков прибыли в Тюмень. У биатлонистов начались сборы. Задача попасть в основную сборную страны. У атлетов никаких привилегий, все пробиваются на общих основаниях. Кто занимается звездной тройкой и как проходят тренировки, увидел Вячеслав Мартынов. Опачки, спалились. Спуск, затем подъем, далее на стрельбище и дать несколько раз за тренировку. Скорости, что с горы, что наверх, практически одинаковые. Если сравнивать, в том году мы здесь проводили сбор июньский, нам было очень тяжело. Сейчас приехали с гор в Сочи, для нас такие подъемы, как бы, скажем, одни из самых тяжелых таких в России, даются очень легко. В этом году к Волкову и Шипулину присоединился Иван Черезов. Тюмениц не спешит чехлить лыжи и винтовку. Он уверен, что еще поборется за место в сборной России. С прошлого года результатов тех, которые позволяют быть в команде, не было. Поэтому меня бы туда не взяли. А Антон и Андрей Сергеевич Крючков меня пригласили. Антон очень такой любитель контактных гонок, сами знаете, особенно по сезону, по официальным гонкам. Очень любит мост-арты. И его везде, вот это вот, азарт, его везде где-то победить в мелочи какой-то, нас подстегивает. Биатлонисты занимаются под руководством Андрея Крючкова. Он преподавал в университете. Сейчас личный тренер Антона Шипулина. В работе использует многолетние наработки своих коллег. Несмотря на то, что кажется вроде все одинаково, все равно есть какие-то качественные отличия. Вот мы, в общем-то, при методике подготовки исходим именно из того, чтобы вот эти качественные отличия, они, если они положительные, то мы их как бы используем во благо, в продвижении. А если они отрицательные, стараемся от них избавиться. Волков и Черезов живут в гостинице, а Антон Шипулин дома. Каждый вечер с женой и родителями обсуждает, как прошла очередная тренировка. Для меня вообще радостно приезжать в Тюмень, потому что я не так часто бываю здесь. Раза два-три в год приезжаю к родителям навестить. Здесь, кроме того, что я тренируюсь, кроме того, что здесь замечательный тренировочный комплекс, наверное, один из самых лучших в мире, здесь еще и мои родители живут. Есть возможность пообщаться, пожить у них дома и убить двух зайцев, наверное, одним выстрелом. Сбор биатлонистов в «Жемчужине Сибири» продлится до середины сентября. Вячеслав Мартынов, Андрей Захаров. Тюменское время.